Возвращайтесь скорее к нам. Технические неполадки. Я подключилась, по-моему, пока только можете со мной разговаривать. Напиши нам про что-нибудь, Маша, ты. О, Люба подключилась. Всё, теперь как нас слышно-видно, девочки. Пишите. Ну, вроде видно. Нет, хорошо слышно, я тоже подключилась к своему профилю. Кто так подключает? Всем привет. Да, я там выставила Катя. Сегодня мы выходим в такой необычный прямой эфир. Мы с вами ещё в таком формате не общались. Сегодня мы не будем показывать ни наши покупки, ни рассказывать о каких-то акциях. Мы выходим в эфир просто поболтать. Это будет длиться на протяжении часа. Я точно буду целый час в прямом эфире, так как я единственный, кто может говорить без умолку в прямом эфире. Так что сегодня вы можете спрашивать абсолютно любые вопросы, касающиеся интернет-магазина «Аброра Маркет», лично кому-то из работников, просто какие-то девчачьи, пообсуждать какие-то новости. В общем, нет сегодня никаких ограничений. Спрашивайте, что хотите. Да, если есть вопросы, то можно задавать. В конце нашего прямого эфира состоится розыгрыш по поводу того, что в нашем профиле «Аброра Маркет Лайф» тысяча подписчиков. Вот у нас первый такой рубеж, дальше всё пойдёт быстрее, нас будет становиться с каждым днём всё больше. Вот поэтому мы сегодня разыграем подарок, чуть позже скажу какой. В розыгрыше участвуют девять самых активных наших подписчиков, и их мы тоже покажем вам чуть позже. Они уже у нас вот тут вот все сформированы. Возможно, вы вчера даже их истории видели. Вот, выберем стандартно, случайным образом, цифру, и человека под этим номером мы поздравим и подарим ему подарок. Подарим подарок. Вот, да, Люба, рассказывай, как у тебя дела, как ты себя чувствуешь. Люба не рассказывала, если правда, ты чувствуешь, что всё хорошо. Всё и так хорошо. Так, что у нас тут нет с документом? Ну, ждём ещё чуть-чуть, да, когда... Да, у нас тут 10. Больше людей, да? Вот, Наташка тут есть. Наташка, а какие предположения, что подарим? Что бы ты хотела получить? Получается, что он? Как раз спрашивают, что подарок? Подарок останется с тайной до конца эфира. Ну, он актуальный, популярный, это один из самых популярных товаров в нашем интернет-магазине. И универсальный, который подойдёт всем. Да, это правда. Ты нам только говори, Маша, что там пишут, потому что мы... Ну, Наташка написала, что за подарок. Мы уже подписали, раздали всем порядковые числа, потом немножко попозже вам покажем. Всего у нас топ-9. Наша программа определяет топ-9 самых лучших, самых лучших лайкеров, комментаторов и самых активных людей в нашем профиле. Поэтому мы всегда будем выбирать из топ-9. Прошлый конкурс мы проводили, когда нас было, по-моему, 500. Как-то очень быстро мы преодолели отметку в 1000. И в следующий конкурс мы не знаем, когда мы проведём. Когда у нас будет много, ещё больше, точнее. И когда у нас будет такое желание, что-нибудь подарить. Могу сказать, что правильный ответ уже есть в комментах, но не будем говорить, что. Уже есть. Кто-то из вас уже написал, да, то, что мы подарим. Кстати, оно лежит вот прямо здесь перед нами, но за кадром от вас. Да, и не один раз уже написали. Маша, не подсказывай. Не подсказывай, не подсказывай. Так нет, тут много, несколько вариантов написали уже несколько раз. Что вы уж думаете-то. Так, девчонки, давайте... Хочется запомнить интригу. Привет, Лесика. Привет-привет. А хотите, чтобы Ира пришла к нам в прямой эфир? Зовите Иру тогда. Ира. Если хотите, пишите в комментах. Ира придёт. Да, зовите Иру, Ира придёт. Давайте, ждём вопросов. Девочки, остальные все работают. Нам просто нечего... Как всегда, мы бездельницы. Да, мы же ничего не делаем. Нечем заняться. Да, пишите. Пятница, какая вообще работа. Уже всё. Уже мы готовы. О, Виолетта, привет-привет. Виолетта тоже у нас участвует. Виолетта, как ты думаешь, падает снаряд в одну воронку дважды или нет? Нет, Виолетта у нас в прошлый раз выиграла абсолютно честно, попрошу отметить. Абсолютно честно выиграла у нас в прошлый раз Виолетта. Виолетта – это наша модель, кто не знает. Вот, мы же расскажем, что там пишут. Сегодня мы проверим. Наташка кушает. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Да, Виолетта пишет, что вот сейчас проверим. Да, сейчас проверим, падает дважды или нет. Ну, поскольку человек не так уж и много, всего лишь 9, поэтому всё возможно. Наташка, не расстраивайся, я вот тоже лайкаю, лайкаю в Инстаграм. И что-то как-то ни в один топ я не попадаю. Хотя тусуюсь в нём целыми днями. Может быть, я лайкаю прям Авророй Лайв по Фарваре Лайв, не знаю. Потому что я уже иногда... Да, может быть, надо комментировать активно, лайкать, делать рекламу. Какие-то посты на какие-то посты, которые особенно понравились. Да, Инстаграм это такая штука очень мудрая. Поэтому её не обманешь. Если лайкать, значит, не долайкали. Начинайте прямо с первого поста и по всем. Да, и в следующий... Ещё раз. В прошлый раз сегодня такого не было и в этот раз. Но в прошлый раз было такое, что когда мы объявили там где-то за 2 дня, все начали активно лайкать. Это не прокатывает и не засчитывается. Вот так. Потому что Инстаграм понимает, что активность, она какая-то сверхактивность. Вот, в общем. И не расценивает её как среднестатистическую. Вот так. Так, когда будут первые вопросики какие-нибудь каверзные, я не знаю, любые? Да, да. Есть же вот как раз возможность по товару задать вопрос. Ой, вот это я. К сотрудникам любым. Смотрите. Вот. Ты, Маша, только нам озвучивай. Я подвышала. И всё. Вышла. Всё, дошла. Там, может быть, уже как раз-таки 5 вопросов по товару. Прогублялась. Ирка спрашивает, что мы делаем на выходные. Ирка, раз спрашиваешь, тогда работаем. Да, мы сегодня будем, на выходных, точнее, будем наверстывать то, что мы проболтаем за этот час в прямом эфире. Западывает когда? Я вот вижу себя минуту назад. Это вообще потрясло. Прикольно. Задавайте, спрашивайте, интересуйтесь, что вы будете делать на выходных. Как у вас погода, пишите. Да, вот Виолетта пишет, что нужно лайкать бескорыстно, и тогда подарок будет ваш. Вот. Вот, вот, вот. Рецепт от знающего человека. Правильно, правильно. Лена перебивает диван на выходные. Сама? Перебивает сама? Мне кажется, нужно записывать блог. Как я перебивала диван на выходных. Это будет безумно популярно. А, Ленка мебельщик. Это шутка или правда? Ну, она пишет, я мебельщик. Так что, правда? Ну, так я не знаю, вот мы Ленку и тебя спрашиваем, это правда? Тем более нужно создавать блог. Влог. Либо там, как минимум, строймит его инстаграм. Правда, конечно, да? Круто. Представляете? Вообще. Лена Катенисон, у нас мебельщик. С дипломом пишет. Вообще супер. Круто. Лена, ну тогда с тебя фото, потом результат. Потому что очень интересно. Единственное, что я делаю в прямом эфире, это поправляю свои волосы. Остановите меня. Что у меня происходит на голове? Да, потому что такой, наверное, первый эфир, когда мы действительно не показываем какие-то другие вещи, не рассказываем ни о чем. Хотя, на самом деле, очень интересно даже поговорить и узнать впечатление о том, как прошла наша последняя акция. Буквально вчера, да? Вчера было у нас 15-е число? Нет. 16-е вчера было. Мне еще сегодня 16-е число. Да, рассказывайте. Да, я вкину на булочку. Вот, в прямом эфире сразу же. А нам нужны, между прочим, подушки на наши диваны, на которых мы сидим, на которых очень хорошо думается, потому что твердо, но на которых не очень хорошо отдыхается, в нашей зоне отдыха, пока мы сидим только на мешках. Но зато он не хорошо думается, когда подят твердо. Далее, приезжайте в Гродно, посмотрите наш офис, познакомимся лично. Кстати, да, если бываете в Гродно, да, всегда можете написать. Офис работает в девяти или пяти. Вот, да. По предварительной записи. Да, у кого-то просто халявный. Настя, я вижу, что ты к нам хочешь. Иди скорее. Настя, обедай. О, Таня, здравствуйте. К нам присоединилась Таня. Она мне пару минут назад скинула очень красивые новые отзывы. О, вообще, вчера были очень классные отзывы. Да, вчера вот отзывы скинула Лена Кацмельсон, были очень красивые. Сегодня скинула Таня Маслякова свои личные. Таня Маслякова у нас шопоголик. Она практически покупает из каждых новых поступлений. Вот она мне скинула красивые отзывы. Да, Таня просто истинная прорыва. Да, да. И я ее оформлю уже либо сегодня, либо там уже понедельник. Я до сих пор под впечатлением образа Тани и дочери, когда они ходили на свадьбу в платье. А, когда они вдвоем, да. Да, в орберах цветы. Это было очень здорово. Это да, мы еще долго были подпочтены. Даля, но я посмотрю чуть попозже личный отзыв. На самом деле нам так приятно. Вы даже не представляете, как нам приятно получать отзывы. Это, это высший пик наших удовольствия. Потому что это то, что показывает, что вам нравится, да. Мы работаем ради того, чтобы получать эти эмоции. Ради того, чтобы получать обратную связь от вас, от клиентов. Да, в такие моменты хочется делать в два раза больше, да. Заряжаешься какими-то эмоциями в двойном режиме. Поэтому продолжайте радовать нас своими отзывами. Они просто подлясные. Вчера там прям вообще космос был. Да, потому что. Космос секси, образы и всякие-всякие-всякие. Вообще круто. Это наш общий профиль, да. Вне зависимости от того, что там, да, указывается консультант, да, у которого приобрели вещь. Тем не менее, это общий профиль. Это вещи, которые продаются у нас в интернет-магазине. Вы всегда можете данный профиль показать своим покупателям, да, для того, чтобы вот показать вот эту сторону магазина, вот эту обратную связь. Подтвердить, что все вещи реальные, что их уже носят. Да, и посмотреть впечатления людей, да, как это все выглядит. Отзывов на самом деле очень много. Конечно, ну, есть такие отзывы, которые посредственные, да, потому что у нас есть такая акция, мы покупки Аврора Маркет, и кто-то к этому подходит, ну, так себе там подкает вещи, например, там, не знаю, там, на кровати или на диване или еще как-нибудь. Мы, конечно, такие, ну, не очень информативные отзывы, не публикуем, скажем так. Вот, публикуем только самое лучшее, самое, самое клевое. Да, согласитесь, всегда хочется видеть, как эта вещь сидит на реальном живом человеке, покупателе, что она действительно кому-то подошла и подходит не только модели со стандартными параметрами, нигде не от фотошопа, не зажата, а для реального. Кстати, наша, наша акция, мои покупки Аврора Маркет, да, мы ее как-то будем думать и трансформировать, и как-то переключать в какой-то другой формат. Да, я об этом не раз говорила, да, у нас есть проблема того, что по данной отметке больше рекламных записей, чем реальных отзывов, такого быть не должно, этим должны пользоваться, скажем так, тоже все, да, это такой общий хэштег, и, ну, чтобы не было такого, это мое, это я никому не дам, и плюс еще куча рекламных записей, мы с радостью, да, дарим эту скидку, но хотим, чтобы эта скидка была, да, не просто так, чтобы это был реальный отзыв, и, ну, какой-то, ну, какая-то польза от этого была, и нам, и покупателям, которые всегда по какому-то общему моменту может кликнуть и посмотреть те же отзывы. Я, ну, я не раз уже писала о том, что если ситуация не изменится, мы будем эту акцию как-то изменять, и, ну, либо совсем временно ее отменять, к сожалению. Да, мы что-нибудь такое придумаем, что может как-то или заменить, или что-то, ну, в общем, что-то будет в подобном формате, вот, но как-то, да, нужно трансформировать ее, потому что, действительно, когда заходишь по хэштегу, там уже слишком много всего-всего, а это в первую очередь направлено на покупателя, чтобы он мог посмотреть живые действующие отзывы. Да, Лена, я согласна, что сырять такую акцию не хочется из-за пары человек. Но это уже не пара, да. Да, да, но слишком это уже все. Ну, ну, тяжело как-то ее рекламировать, да, не написав сам хэштег, да, ведь, получается, только хэштег может написан быть на картинке какой-то, да, ну, если это, например, вот как в Инстаграм, вот, а в тексте, получается, нельзя писать хэштег, либо писать какой-то там хэштег. Можно сказать, что по специальному хэштегу, который можно уточнить консультант, да. Ну, в общем, да. Что-то будем думать делать с этой акцией. Какие еще вопросики там, Маш? Нет вопросов, как-то. Задавайте вопросики, пишите, как у вас дела. Я даже слышу, как у Маши чуть-чуть с опозданием в телефоне. Да, да, чуть-чуть с опозданием у всех трансляций. У нас же чуть-чуть сначала записывает, да, и потом уже выдает. Да, я вижу, что и покупатели к нам присоединились. Здорово. Да, если вы являетесь, да, покупателем нашего интернет-магазина, либо вы пока к нам присматриваетесь, вы прямо в прямом эфире сейчас можете задать какие-то вопросы, либо уже какие-то свои пожелания, отзывы о работе нашего магазина. Да, тут прям три человека уже. Поэтому пишите, спрашивайте, на все ответим. Лесика, мы не серьезные. Возможно, меня не видно хорошо, я улыбаюсь, и мы такие просто в ожидании вопросов каких-нибудь. Ну, пока мы болтаем. Он лежит, и да, мы пока, пока вас много не насоберется, пока вы не начнете нам задавать вопросы, пока вам не все не ответили, да. У нас опять болотные сердечки полетели, и это приятно. Приз мы сегодня дадим, подарим в прямом эфире, в конце прямого эфира. Саша! Саша, к нам подключилась. Да, нас стало на 500 человек больше, наверное, с предыдущего. Как-то мы уже, кстати, давно не выходили в прямой эфир. Вот, вы перестали нас смотреть, да, мы всегда выходили в прямой эфир ВКонтакте. Вот, последний прямой эфир набрал что-то около 2000 просмотров, и мы решили, что такой формат вам немножко надоел, и решили прекратить снимать прямые эфиры. Вот, пока ждем, пока вы соскучитесь, будете активными, и будете смотреть, смотреть, комментировать, писать вопросы. Так, мы понимаем, что товарищи, что мы реально какие-то серьезные. Потому что я не вижу, что они там пишут, и я не вижу. И знаю, что ее наключать. Леолета собирается к нам в Гродно. Ничего себе, да. Да, мы можем побывать в сердце Авроро-маркета. О, всегда рады. Вот мы сейчас с Олькой, кстати, едем в командировку в Москву, поэтому сначала мы, тебе, Виолета, приедем, побываем у тебя в сердце московского Аврора-маркета. А Сашка сейчас на лекции по оптимизации сайтов. А, лекции. Саша, тогда выходи из прямого эфира и слушай нас, потому что это нам как раз пригодится. Придешь потом к нам передавать опыт. Да. Да, когда я уже приеду в ту самую с Москву. У нас, кстати, вот почему-то никогда не получает, ну, мне кажется, может и не получится собраться, потому что мы же, пчелки, в поте лица работаем, обрабатываем ваши заказики. Вот Ирка сейчас даже не может оторваться, сидит. Сейчас я сужу и оторву ее. Сидит, обрабатывает ваши заказы, которые постоянно приходят. Вот. Девочки, пчелки, труженицы. Поэтому тяжело, конечно, так выбраться. В какой-то, собраться в какое-то одно место, но мы обязательно это сделаем. Вот я накоплю на Диснейлэн и поедем все вместе. Ирка. Только копей нам все, конечно. А то я тоже не накоплю. Да, есть у нас тут копейся, пчелочка. И мы копим на Диснейлэн. Ирка тебя зовут, а ну иди сюда. Бегом, бегом. Ира. 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 Ира говорит, что она не накрашена, не обращайте внимания. Так, Таня нам пишет, что тоже хотела бы с нами все и что-то как-то съехала, мне кажется, там, нет? Да, что-то я уехала. Не, Машка просто в эту сторону сидела постоянно. Сиди, Ира тоже. Да, да, да. Вот я даже не вижу, действительно, что девочки пишут. Сейчас я вам прочитаю. Давай, давай, читаем. А, пишут, что тоже не накрашенная. И любит тебя Ира любой. Ну, видишь, ты всегда красотка. Не накрашенная Ира! Наша Ира всегда собирает больше всего лайков и комментариев во всех наших прямых трансляциях. Это Ира настоящая народная любовь к тебе. Я кого не помню. Зато я заметила. И это месяц позитивчик. Народная любовь. Да, 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 да. Она такая. Сашка прогулит? Сашка не прогуливает. Сашка сидит на лекции по оптимизации сайтов. Внимательно очень слушает и нам все доложит. У Иры в руках мандаринка, да, Ири? Грэпфрут. 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 Да. Да, это уже всем интересуется девочка. А Таня Маслякова есть по нам? Есть, да. Таня пишет, что тоже очень хочет. Держи, почитай комменты. Не получается. Ух! Ух! Девочки, наконец я уже могу прочитать, что вы нам пишете. Пишут, что ты их терпишь косячных. Да, я так недавно зашла девочке в заказы и пообрабатывала после акции. И сердце мне за нашу Иру болит. Пожалуйста. Пожалейте ее. Не делайте столько объединений. Не делайте столько объединений, пожалуйста. Столько комментариев, которые непонятны. Аккуратненько сделайте заказик. Все отправьте, чтобы она могла только нажать кнопочку отправить и быстренько заказ ушел на отгрузку. Ира очень старается, переживает за каждого из вас. Разрешает уже там такие вещи, которые мы давно не разрешаем. А клиентам еще скажем, чтобы они, если они не уверены, например, в индексе или в каких-то других вещах, лучше, чтобы... Сейчас, Оксана, тебя сейчас тоже сюда приедут. Если будешь там кривлять нас. Чтобы вы лучше сказали честно консультанту, что... Вы не знаете, например, индекс. И консультант без проблем вам его подскажет. Ну, это все легко делается. Вот. Потому что очень много есть таких моментов, когда неправильный индекс или потом приходит, например, по адресу, по индексу и наоборот. И начинается вот эта канитель с почтой. На самом деле доставка у нас сейчас очень быстрая. Это... Ну, посылки у нас уходят из Минска. По Беларуси, да, из Минска уходят посылки. Вот. Поэтому... Фактически из сортировочного пункта. Да, да. Фактически из сортировочного пункта. И буквально в областные центры оно доходит за один-два дня максимум. Вот. Ну, три, там, может быть, четыре. Это уже какие-то совсем маленькие города и совсем маленькие какие-то деревни. Вот. По России доставка, ну, там, конечно, как почта, как почта России решит. Все знают известные демотиваторы и шутки про почту России. Вот. Ну, на самом деле все, конечно, сложно, но... Но работа эта не, в принципе, отлажена. И сейчас там вроде бы поменялся кто-то из начальства на почте России. И я там прошла новость про почту России, о том, что они планируют создать свои авиалинии для отправки. Для отправки своих. Мы держим плачки за почту России. Посмотрим так, что скоро все будет улетать и в шоколаде. Ой. Ой, полетела, полетела. Смотрите, сколько лайков полетело. Девочки, я эта почта России просто сорвала банк. Да. Почта России, да. Вот смотрите, Ира ушла и остановились комментарии. Ира, ты просто нужна здесь. Ира, иди сюда. Не, ее уже не заманишь. Все, девочки. Да, бросили нас с Катей и Маша, и Ира. Что вам еще рассказать? Да. Спасибо большое. У нас много интересных идей и проектов поджидает вас в скором времени. Мы готовим интересную акцию вам в декабрь. Да, Новый год. Новый год впереди. Да, будет много новинок, много поступлений. Платья будут у нас классные к Новому году. Пишите, какие вы платья, кстати, хотите к Новому году. Хотите что-то более вечернее или что-то такое, что можно носить будет потом повседневно? Вот. О, сейчас я чувствую, девочки оживятся. Пишите, пишите. Платье в пол, платье в миди, платье мини. Или не хотите платья, а хотите костюмы красивые, юбки. Что? Девочки все потом возьмем. Маша говорит, где мы это все потом возьмем. Так что лучше написать сейчас прямо, чтобы мы еще успели найти поставщиков, наладить с ними контакты. Да, 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 девочки. Все это хочется, все это будет буквально. Наверное, в прошлом году у нас было меньше, меньше такого какого-то новогоднего праздничного ассортимента, потому что в позапрошлом году мы привезли платья, привезли различные, пол были и с гипюром, и приталенные, и в принципе облегающие, да. Но не все модели, к сожалению, хорошо разошлись и быстро разошлись, и еще долго будет продажа. Поэтому прежде чем что-то завозить, в этот раз нам хотелось бы узнать, что конкретно нужно. И нужно не прямо по нашему представлению, да, а что спрашивают клиенты. Какие модели, какую длину, рукав, какие ткани, цвета. Все это хочется знать от вас, чтобы привезти вот прямо то, что спрашивают. И что вы можете продать. Присылать директ нам примеры всяких крутых платьев, какие фасоны вы хотите. Да, пишут, что сумочки хотят еще, что хочется что-то длинное или вечернее, бижуты, тапочек с сушками. Кстати, тапочки с сушками тоже хочется, и даже мне, потому что когда в прошлом году я купила себе, с удовольствием ношу, и уже вот думаю, пора бы обновить. Кстати, Олька купила кигуруми. Да. Мы как-то вам показывали видео, когда у нас по офису бегал единорог. Это она. Это Оля бегала. А еще, сейчас я раскрою большую тайну. Короче, купила Оля кигуруми. И на следующий день, да. Пусть все знают. Ну, об этом нужно рассказать. Вдруг кто-то есть, Оля, такие вландитные, как ты. Это я не в обеду сказано. Я просто не могла подумать, что техника до такого дошла. Короче, пришла, значит, на следующий день, и такая говорит. Я была кигуруми довольна на все 250 процентов. Целые выходные провела. Да. Целые выходные. До того момента, как нужно было уйти в туалет. Короче, ну, ведь есть такая проблема, да, в комбинезонах. Почему они неудобные? Потому что, ну, во всяких там классических комбинезонах, почему они неудобные, ну, в брючных, я имею ввиду. Потому что, ну, проблема такая есть. Тот, кто покупал комбинезон однажды, он всегда с этим сталкивался, когда, ну, вот с этой проблемой, да, похода в туалет. Ну, и это действительно неудобно. У меня есть тоже комбинезон, и я больше с тех пор не покупаю. Ну, в общем, нужно раздеться прям в этом комбинезоне. Да. Оля говорит, что она, когда разделась, ее кот просто обалдел. Своими рыжими глазами. Смотрел на нее. Что ты не нахрен раскрываешь? Только меня, кажется, погрязнило. Нет, ну, что есть, то есть. Действительно, не могла раздеть. Короче, раскрываем вам тайну. В нашем кигуруме есть вот такая молния на всю попу. Оказывается, все безумно продумано. До мелочей. Не нужно раздеваться. Я два дня так провела и, слава богу, поделилась этой проблемой на работе и узнала, что все уже для меня продумано. Он там, в общем-то, не очень-то и спрятан, но, видимо, прекрасный комбинезон заслепил глаза Оле. И она не могла подумать, что там под таким напуском, да, там такой идет напуск, и под напуском там есть молния, и вот эта молния, она не чувствуется совсем, когда ты ходишь. Я хотела сказать, что не то, что ты даже ходишь, ладно, когда ходишь, но даже сидишь. Ты же ведь сидишь фактически на этой молнии. Я целый день, клянусь вам, девочки, все выходные даже провела в этом комбинезоне по дому и ни разу не почувствовала, что я сижу на молнии. Это для меня было открытием. Виолетта пишет, что год желтой земляной собаки, поэтому нужно желтое и коричневое платье для встречи Нового Года. Вот. Круто. Это, это, это интересное. Почему коричневое? Ну, почему коричневое? Шоколадное. Шоколадный очень красивый цвет, почему уже нет? Да. Причем, да, причем очень модно в этом сезоне. Да, 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 да. Это хорошая идея. Виолетта, надо сразу же узнать еще, какие модели интересные. В этом году актуальны. Да. Так, ну, Катя, говори ты что-нибудь, потому что мне нужно отойти после рассказов фигуры. Оля сейчас немного оголила вам свою душу. Катя ее оголила. Точнее, я оголила Олену душу. Да, бывают такие курьезы, конечно. Бывают всякие курьезики и с покупателями тоже всяко. А, у нас, кстати, есть такая сумочка, она называется Альфия, по-моему, да? Да. Короче, сумочка, ее прикол в том, что она такая, как зеркало. Глянцевая поверхность. Гладкая, гладкая, там, не залапанная. Ну, чтобы, в общем, чтобы был приглядный вид сразу. И у нас, короче, было пара таких ситуаций, когда были даже возвраты по поводу этой сумки, ну, там типа, что клиентам не понравилось. Оказывается, что клиенты просто не поняли. Мы тогда не обратили на это внимание, как-то сфоткали, ну, решили, что это будет поздно. Да, да, решили, что это будет понятно. Ну, в принципе, про молнию, Оля, я тоже не думала, что кого-то будет поздно. Ладно, я сумочка Эльфия только осторожная запомнила. Ты про лослика еще расскажи. Про лослика. Про лослика. Тотора Мини. А, точно. Ну, туда, я, короче, лослика. А теперь расскажу я. И про пусть осел будет только на сумочке. Какой осел. Капец. Может быть, кто-то видел, я вот не помню, есть она уже у нас в продаже или нет? Девушка, мне сейчас... Да, да. Виолетта пишет, что ее дети заснули под прямой эфир. Виолетта, мы тут такие истории рассказываем, а у тебя дети про это засыпают. Так это же хорошо. Вы усыпляйте своих детей и подключайтесь к нам. Усыпляйте своих детей и подключайтесь к нам. Нет, ну, точнее, вы подключайтесь к нам, мы услепим ваших детей и поболтаем наедине. Значит, рассказываю теперь я следующую историю. сумочка, которая мини, если она у нас в продаже или нет, не помню, подскажете девочке мне. На этой сумочке изображено животное, которое на самом деле является зайчиком. Кроликом. Из мультика. Из мультика. Я просто не смотрела, правда. Это Кроликом. Когда мы без мультика, понятно, что это зайчик. О, нет! Да! Да, да. И нам всем честное слово было искренне понятно, что это зайка. Большой, немножечко толстый зайка. Кроме меня. И вот однажды мы были где? Мы были в кино, наверное. Кино. Да, мы ходили в кинотеатр. У нас был корпоративный поход. И Катя в это время написала пост. Как раз про эту сумочку. Держите. Как раз пост про эту сумочку. И мы читаем этот пост, и там написано. Что там было написано? Пусть в вашей жизни ослики будут только на сумочке. И в этот момент мы понимаем, что всё это время, пока эта сумка была в продаже, у Кати этот кролик был бедным ослом. И почему бедным? Богатым ослом, который просто сидит на сумке. Торо правильно. Торо-ро. Это и есть имя зайчика. Вы тоже не смотрели этот мультик? Да. Ну зайчик был понятен. Ну ладно. Леня тоже больше на осника похож. Как на самом деле тоже на осника. Ну вот. Понимаете? Это как с платьем, которое кому-то красное, а кому-то синее. Помните? Был такой прикол. И синие. Поэтому вот мне там зайца вообще не видно было. Даже после того, как я посмотрела на этого прекрасного Торо или как? Торо. Да, да, да. Торо. Да. Насколько у нас профессиональные люди работают в Абруромаркет, что они, да, знают все тонкости мультиков таких специфичных. Ну я смотрю там всех, все, все уже уснули. У всех дети уснули. Да, Юля. Подключайтесь к нам, девочки. Подключайтесь. Скоро мы уже почти, почти начинаем, короче. Да? Сколько осталось? Ну мы уже как-никак сорок пять минут, считай, болтаем. Ого! Время уходит незаметно. Вот так, короче, мы приходим на работу, да? Ну, кажется, ничего не предвещало беды, а в рабочий день уже прошел. Ладно, шутка. Мы, конечно, работаем иногда. Ну, Люба там писала, что мы работаем днем и ночью. Да. Мы работаем днем и ночью. Сегодня, например, Оля поделилась, поделилась с нами, что вот влежала она вчера, ну точнее, ну да, влежала до ночи в постели и что-то к ней пришло. Пришли мысли, мысли, мысли. Мысли, мысли. Я думаю, то ли вставать, то ли я вдруг завтра уже могу не вспомнить это. Пришлось писать на диктофон. Да, решила, что встать и пойти за бумагой, это уже не под силу мне в час ночи. Она говорила на диктофон все свои мысли, которые пришли в голову в этот момент, чтобы сделать нашу компанию лучше. Представляете? Да, бывает такое. Вот Маша ночью спит. А, а еще, кстати, Маша, расскажи про эту историю. Да, это тоже очень веселая история. Ну, все же, все же знают про наш канал на Ютубе. Да, у нас есть свой канал. Аврора Бумана называется. Ну и я регулярно загружаю туда видеоролики, наши обзоры. Загружаю туда ролики и затем уже скидываю вам ссылки. Это была какая-то акция, что-то типа скидки, да, когда у нас были в субботу и воскресенье на определенной категории товаров. Тогда как раз совпало так, что в пятницу были и новинки, и Катя сделала много обзоров. Там была и обувь, это вот когда пришли эти платья лапша, платья вот стеганые, и обувь тогда была, и кофты были. Ну, я достаточно поздно уже пришла в субботу домой, это было уже где-то ночь. И я залила все эти ролики на Ютуб, и они там, ну идет эта полоса загрузки. Я думаю, ну чего я буду ждать, да, пока они загрузятся. Они загрузятся, ну и все, я уже буду спать. И утром уже скину вам ссылки. Ну и для того, чтобы они загружались, я выключила автоблокировку, и экран, ну, горел. Ну, то есть не было блокировки. Я сплю и понимаю, что у меня в спальне разговаривает Катя. У меня шок. Я открываю глаза и не могу понять, где я нахожусь, почему в твоей квартире находится Катя. И говорит, вот такие классные сапоги. Нет, вопрос, что вчера было, да? Да, мы ночуем в одном месте. Да, вообще, очень сложно, да, когда ты в просоне, еще в такой какой-то полудреме. Ну, ты понимаешь, что голос тебе знакомый, что это голос директора, в котором ты работаешь. И он находится у тебя в спальне. Да, и вот, короче, я с такой прям в каком-то таком проснулась, боже, я проспала, или что со мной вообще происходит? С тех пор Маша снит кошмар только со мной в главных ролях. Нет, с озвучкой Катиным голосом. Даже если Кати там нет, то вы включите за Катин голос. Да, вот так вот. Такая вот история. Да, да, у нас бывает всякое. Я предлагаю, мы предлагаем уже начать розыск. Да, показать подарок. Немножко, да, приоткрыть завесу тайны. Давай. И показать. Та-да-да-да! Я позже жду, ну. И я вот хотела к розыскому пути тебе отдать подарок. Давай. Давай сделаем. Давай сделаем. Вот он наш подарок. Вам понравится, вам понравится. В нашем прекрасном фирменном пакете, в котором доставляются все курьерские доставки. И один из самых популярных продуктов нашего интернет-магазина. Маша, расскажи. Та-дам! Я пришла в пакет. Да, это палатина. И продаж этой осени. И прошлой тоже. И прошлой и позапрошлой осени. Я уверена еще и следующей. Это палантины. Наши девочки уже выглянули, чтобы посмотреть, выиграют или нет. Это палантины в клетку. Расцветки Барбари, да. Это очень, ну прям, я не знаю, даже классика какая-то. Такая, которая, мне кажется, никогда вообще не выйдет из моды. В ней очень крутой состав. Палантин состоит из ткани, которая называется пушмина. Это ткань, которая делается из пуха. То есть это как бы шерсть, но она в более облегченном, в более облегченном варианте. Она очень мягкая и очень легкая, потому что шерсть сама по себе, она такая плотная и тяжелая. А эти палантины, они очень теплые, но в то же время они очень легкие, очень мягкие и не колются, ни капельки. Потому что от шерсти часто бывает раздражение на коже, да. Ну не все, тем более... Ты прямо наклеечка из камеры, перечка из камеры показала. Ну хорошо, там нарисована пушмина. Вот такой большой, объемный. Сейчас Машу замотаем. О, давайте, да, буду замотать. Сейчас Маша продемонстрирует. Маша у нас специалист по очкам и шарфикам. Ну, очки у нее много разных, а шарфики всегда красиво замотаны. Да, кстати, я перестала почему-то носить очки, не знаю почему. Наверное, я переболела. Можно я свою шарфу завязала? Все хотят, да, очень хотят, и у каждого. Правда, в целом точно есть, правда. Татьяна, чтобы у вас не было еще, но это точно что-то из ряда выходящее. Ирка, оформляй данный заказ на... Это точно. Но, Татьяна не была активна в Аврора Маркет Лайв, поэтому у нее нет возможности получить этот шарфик бесплатно. Я не знаю. Ну, значит, это будет еще один пикет. Да, да, да. Я в нем посижу пока. Кстати, да, расцветка действительно классическая. Данный принт, он уже является классикой. Поэтому точно не стоит запариваться по поводу того, какого цвета у вас пальто, куртка, пуховик, там, обувь, шапка. Это классика. Если он выделяется, да, на фоне всего вашего комплекта, это здорово. И подбирать под него ничего не нужно, потому что это такая классическая вещь, которая подойдет под все. Кстати, многие еще подбирают аксессуары, да, чтобы они были, ну, одинаковые. Но ведь это уже давным-давно, ну, скажем так, не тренд и наоборот анти-тренд. Ну, в смысле подбирать головные уборы, шарфики и так далее. Они, наоборот, должны быть каким-то ярким пятном, они должны отличаться от всего образа в целом. Поэтому вы смело можете комбинировать вообще такие шарфики яркие, всякие разноцветные, с любыми абсолютно цветами. Да, вспомнила, действительно, с самого первого, уже несколько лет, да, наверное, такие балантин у нас в продаже. И у нас даже есть фотографии, где мы все в шляпах Алиса, в балантинах замотаны, да, с самыми первыми менеджерами. Такое было селфи. Маша уже, как всегда, она уже пошла фотографироваться в шарфике. Селфи в инстаграм. Да, да, да. И потом, как тоже, как фото-отзывы на сайт разместим. Да, сделаем фоточку в инстаграм. Давай. Так, ну что? Скоро будет, пожалуйста. Ваши выключился телефон? А, мы сейчас возьмем вас и покажем вам, во-первых, очередность, да, как мы подписали. Все, Машку будем изыгрывать, да? Можешь купить на компьютере картинку? Мы сейчас покажем вам очередность, то есть ваши порядковые номера. Вот, там есть, конечно, наши сотрудники, есть наши покупатели, вот, которые были активны. Тут я есть. Бри, а ты еще не знал? И есть Люба. Боже, вот моя подруга, вот я. Вот моя сестра. Представляете, у нас все по-семейному. Так, вот так. Наконец-то я хоть в одном. Ой, как будто ты в конкурсах никогда не выигрывала. Ну, у Аврора Маркет еще не в одном. Так, все, запаковываем. Запаковываем. Смотрите все. Это участники. Запоминайте свои номера. Да, их девять. У нас Инстаграм любит цифру девять. Он размещает, да, топ девять постов и так далее. Любит он топчик из девяти. Поэтому, поэтому вас у нас тоже девять. Вот, есть, я уже говорила, как наши сотрудники, так и покупатели, конечно же, самые активные. Поэтому сейчас, поэтому сейчас мы будем выбирать. Сейчас Маша у нас куда-нибудь, откуда-нибудь придет. Маша? Ну, давай уже генерирую число. А, точно. Я уже готова. Так. Маша, ну, я думаю, ты знаешь, какое число я хочу, чтобы ты сгенерировала. Все, никакого блата. И подтасовки. Я самый неподкупный сотрудник Аброра Матвы. Все. Все по-честному. Ставим. 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 От одного до девяти. Ставим до девяти. Да, вот, кстати, можете взять на заметку сайт. Бесплатная реклама сайта. Можете использовать для своих конкурсов. Ну что, я нажимаю сгенерировать. Та-да-да-дам. Барабанная дробь. Три. Номер три. Номер три. Это Люба. Люба, мы тебя поздравляем. Вот. И шарфик отправляется к тебе. И я тебе скину видосик, как красиво завязать шарфик. Да. Или прийти к нам на офис, и я тебе покажу, как завязывать. А у нас, кстати, был видосик в Афро Маркет Лайфе я когда-то скидывала. Так что можно полистать в ленте внизу, и там есть. Класс, Люба. Класс, Люба. Да. И завяжу. Да, поздравляем. Очень круто. Это все круто. Я не выиграла. Это такое хорошее подарок. Ничего, не расстраивайтесь. Вовремя. Да, вовремя. Мы... Оля передаст. Люба. Люба. Не надо тратиться на отправку. Да, не надо тратиться на отправку. Все экономно, но честно и справедливо. Так, что еще мы будем завершать. Напишите, понравился ли вам прямой эфир. Пока у нас еще есть время. Проводить ли нам такие прим... Люба пишет, только не носи. Вовремя ты написала. Я в нем приеду. Да, когда шарфик это уже твой, тогда уже все. Не носить. Мои ноги. Мои ноги. Прямо в эфире. Да. Да, я размещу пост. Ну точно. Надеемся на вашу активность. Вот. На вашу вовлеченность. Ну и все. До скорых встреч. Пока. До завершения. До завершения. До завершения. До завершения.